Движение точки переменной массы Движение точки переменной массы. Допустим у нас имеется некоторая точка массы m, которая движется со скоростью v В общем-то будем всегда предполагать, что это некая ракета, которая летит Ну, конечно, ракета как точка. Трудно себе представить, но в масштабах Вселенной, конечно, это точка А масса и уменьшается, потому что топливо сгорает и отлетает, так сказать, назад От этой точки постоянно отделяются некоторые частицы, мы их обозначим μ, которые летят с относительной скоростью u Ну, рассмотрим интервал времени дельта t Значит, в начале момент была масса m, скорость v Через время дельта t, эта же точка Имея массу m, имея скорость v плюс дельта v Я рассматриваю саму точку, а не частицу Частица отдельно Поэтому изменение количества движения будет m на дельта v Это изменение количества движения вот этой точки Но там еще была частица, которая будет отлетать Значит, до того, как эта частица массой μ отлетела Она прилепилась к этой точке m и имела скорость v Поэтому количество движения будет m на v, μ на v Проходит время дельта t И эта частица μ уже покинула родительскую точку m и отлетела с относительной скоростью u Значит, это будет у нее скорость, как абсолютная скорость Это будет переносная скорость плюс u, относительная скорость Значит, вот изменение количества движения А мы будем использовать теоремом изменения количества движения Помните, как у нас теорема изменения q2 Причем, обратите, теорема-то векторная q2 минус q1 равняется s импульсу Значит, изменение получается μ на u А учитывая, что масса-то уменьшается, μ это не что иное, как дельта m Значит, получается, что это минус дельта m То есть, μ это минус дельта m, уменьшается Ну, еще может быть, в некоторых учебниках пишется дифференциал dm Ну, и лучше писать дельта m на u Таким образом, общее изменение количества движения будет вот это изменение плюс вот это изменение А изменение количества движения, как вы знаете, это импульс силы Но за время дельта t импульс Считаю, что сил, конечно, за это время не сильно не меняется Можно считать просто как не интеграл, а просто произведение сил на время Значит, получается f на дельта t Это импульс, посчитанный за время дельта t А здесь изменение Значит, получается, здесь что получается? m на дельта v Причем, заметьте, векторное все, да? И минус дельта m на u На u Ну, а теперь надо перенести вот это вот сюда И поделить на дельта t Дельта t устремить к нулю И там получаем уравнение движения точки переменной массы Значит, ясно, что дельта v на дельта t Значит, делим на дельта t Это получается в пределе ускорения a На массу m на a Это здесь осталось А это туда отнесется Дельта t поделилась просто сила f И еще плюс u Вот это вот u На... А здесь дельта m на дельта t То есть это скорость изменения массы dm по dt Вот это слагаемое Называют реактивные силы r Ну, история такова, что Впервые это уравнение получил Иван Вселд-Мещерский Кстати, автор знаменитого учебника Не учебника, а сборника задач по теоретической механике Который к 2012 году выдержал 51 издание Ну, конечно, сам Мещерский Эту же книжку не писал Дописывали соавторы Авторы Этой книги Но вообще-то, конечно, может быть даже рекорд геннесса какой-то там Что 51 издание одного сборника задач по теоретической механике Так вот, это Иван Вселд-Мещерский Который, значит, Мещерский 1859-1935 Иван Вселд-Мещерский Он в 40 лет где-то Ну, или почти в 40 В 97-м году Защитил магистрскую диссертацию Сколько же он был лет тогда Между прочим, он получался Что, 38 лет В наше время магистр защищает в 20 с чем-то, да Он магистрскую диссертацию защитил по этой теме Циолковский Константин Эдуардович Циолковский О котором тоже пойдет сегодня речь На эту тему уже работал лет 10 Как 1880-е годы Но свою статью на эту тему Он написал только в 1903 году Значит, Константин Эдуардович Циолковский Он немножко постарше был 1857-й А он тоже в 1935 году Ну вот А он этой же темой занимался И сейчас эту Формулу Формулу Циолковского мы получим Итак, смотрите Вот Знаменитое Уравнение Мещерского Из которого Очевидным образом Следует Формула Циолковского Но вообще у Циолковского Есть две задачи Первая задача и вторая задача Циолковского Первая задача Циолковского Там силы тяжести не учитываются А вторая силы тяжести учитываются Но там это очень просто делается Писать не будем Итак, рассмотрим движение ракеты Запишите Формулу Циолковского Формула Циолковского Формула Циолковского Значит, формула Циолковского Применительно К движению Ракеты В безвоздушном пространстве Там, где внешние силы F равно нулю Значит, тогда у нас получается M ДВ по ДТ ДВ по ДТ Равняется U На ДМ по ДТ Но мы сейчас спроекцируем это все Здесь вектор Спроекцируем это уравнение на Какую-то прямую Пускай прямая X будет Итак В безвоздушном пространстве Вне действия силы Притяжения Земли Где-то очень далеко Или, по крайней мере, так Чтобы можно было пренебречь Этими внешними силами Движется ракета И вот тогда еще Циолковский Подумал А какая максимальная скорость Может быть у ракеты То есть он решил посчитать Максимальную скорость у ракеты И, кстати, он это сделал И получив эту формулу В общем-то заложил основы Космонавтики Сейчас покажем, почему это Его В чем ценность его формулы Итак, проекцируем на ось Х Например, тогда Газы Относительно скорости Будут отлетать Предположим, скорость В сторону И проекция УХ Равняется Минус У Обозначим Р Р можете считать, что Относительная Или реактивная Но неважно Р У, Р Это скорость Истечения газов То есть скорость газов Относительно Относительно Ракеты Но, естественно Другой скорости Трудно Значит, тогда Мы что сделаем Мы перепишем Эту формулу В проекциях Только я не буду писать В, Х Там Или Что-то еще на Х И так получается М Д, В По ДТ Где В Имеется в проекции Скорости на ось Х Равняется Минус У, Р На ДМ По ДТ Ну, здесь можно Формально умножить На ДТ Левую и правую части Или проинтегрировать Как хотите И из этого следует Следующее Смотрите Я на М поделю На М поделю И получается Минус У, Р ДМ Поделить на М Равняется ДВ ДВ Дальше смотрите Я очень просто делаю Интегрирую Слева и справа Фактически Вставляя сумму Дарбу Но Здесь у нас Интеграл По массам Да От начальной массы До конечной массы А конечная масса Просто некая текущая масса Без индекса Масса текущая То есть некая масса Которая в данный момент А это начальная масса М0 То есть та Которая была Когда только ракета Начала лететь Или как Грубо говоря Взлетела с земли Но это не совсем четко Потому что Когда взлетает с земли Там все-таки Сила тяжести есть А здесь мы как бы И пренебрегаем Но будем считать Что она достаточно маленькая По сравнению С теми силами Которыми там Действует Итак Минус У, Р Выносится Здесь получается ДМ На М А здесь равняется Интеграл А здесь от какой скорости От начальной скорости А нам потребуется До текущей скорости ДВ Ну здесь у нас получается Как вы знаете Логарифм Да Берем логарифм М Поставляем верхний предел Минус нижний предел Учитываем У, Р Здесь логарифм Ну надо был бы Верхний минус нижний Да А мы минус учли Поэтому пишем М0 Поделить на М Равняется В Минус В0 Да В минус В0 Вот отсюда Кстати получается Формула Знаменитая Ключевая для космонавтики Можно сказать Формула Циолковского В Но здесь уже не какая-нибудь Нет Нека текущая скорость В Заметьте Если векторов уже нету Мы все Прицелли на ОСИКС Выравняется В0 Плюс У, Р Реактивная Значит Скорость Логарифм А здесь мы знаете Как напишем Хитрее М0 Это пускай будет Текущая Начальная масса А из чего у нас Стоит начальная масса В основном Это конечно Там топливо Топливо Там не знаю Что сейчас заливают Там жидкостная Или там газовая Масса топлива И масса корпуса Вот я Расшифровываю Вот эти индексы Которые для многих Загадочные Потому что Честно говоря Все формулы переписывайте С доски И забывайте Подписывать Что есть Вы подписывайте Это относительная Скорость газов Запишите Начальная скорость Текущая скорость А здесь я напишу Масса К Это значит Корпуса Плюс Масса Топлива Ну ясно Как еще ничего не сгорело А вот здесь мы напишем так Если я буду писать Максимальную скорость Максимальную Скорость То все Топливо Это уже сгорело Все Уже больше гореть нечему Тогда масса топлива Будет 0 Значит Остается Масса Только корпуса Но если мы Поделим То получается Максимальная скорость Которая может развить Реактивный Снаряд Ракет С реактивным двигателем Плюс Ур На логарифм А вот это Называется число Циолковского Единица Плюс Поделим На сединицу Получается А это масса топлива На масса Корпуса Ну Константин Эдуардович Кстати Вы можете Посетить его Места Его Жизни и работы Это недалеко Город Боровск Под Москвой Садитесь От Киевского вокзала До Балабанова Там На автобусе И Боровск Интересные места Там Все сохранилось Более-менее Сохранилось Так вот Вот это число Циолковского Вот он Там Масса таблиц Поставил Но я один пример Приведу Он рассмотрел Случай Когда масса топлива К масса Корпуса Равняется Четырем Ну там конечно Не только Четырем К примеру Вот один из примеров И тогда он посчитал Что если Взять Ну и логарифм Пяти Взять Скорость Максимальную Взять первую Космическую Вы знаете Семь и девять Да Семь и девять Километров В секунду То Чтобы получить Такую скорость Это положил Ноль То есть Вначале Ну может быть И толкали Там ракет Но будем считать Маленькая скорость Это положил Ноль То получилось Вот здесь Вот Относительная Скорость Газов Где-то Пять Километров В секунду Такой скорости Практически Не бывает У отлетающих Газов Там Которые Сгорают Поэтому Получается Что первой Космической Скорости Достичь И тогда Именно тогда Он назвал Это Ступенчатые ракеты Космические поезда Вот То что Сейчас Мы Все наблюдаем Когда отваливается Одна ступень Летит следующая Это фактически Каждый раз Уменьшается Масса корпуса А масса корпуса Стоит В этом Знаменателье Чем меньше Тем лучше Да И поэтому Скорость Увеличивается За счет Вот таких Ступенчатых Ракет Вот именно Теоретически Показал На кончике пера Показал Что именно Многоступенчатые Ракеты И могут Достичь Такой скорости Вот физика У вас было 7,9 километров Вы помните Откуда берется Скорость Первая космическая Скорость Но я напомню Там совершенно Тривиально Сила тяжести Мж Должна Уравновеситься М В квадрат На Р Это Центробежное Ускорение Да То есть Точка движется По Окружности На него действует Сила тяжести По даламберу Сила инерции Направлена сюда Потому что Ускорение В центре Да Ну и по даламберу Это будет МВ квадратный Р Но если найдете Отсюда Скорость В Радиус Возьмете 6400 километров Радиус Ж981 То получаете 7,9 То есть Такой скорости Можно Достичь Только Ступенчатыми Ракетами Ну там Есть еще Рассуждение О том Что Если скорость Будет больше 7,9 Но меньше Чем Вторая космическая 11 Там с чем-то То Ракета Выйдет На Эллипс Если Ровно Там 11 С чем-то То Но Параболу А если Еще Выше То Выйдет На Гиперболу